Алматы стал лидером в рейтинге умных городов. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, рассказал Аким Алматы Бакаджан Сагентаев на сегодняшнем брифинге в СЦК. Кроме того, в городе создали карту интерактивных идей. С помощью специального портала можно воплотить свои инициативы в жизнь. Рамина Мирзалимова расскажет, как цифровизация поменяла жизнь алматинцев и какие успешные проекты сегодня реализуются в мегаполисе. Деловую и креативную столицу Казахстана теперь по праву можно считать самым умным городом. По данным Министерства цифровизации, в Алматы больше всего проектов, которые нашли успешное применение в жизни. Обрести почетный статус мегаполису помогли такие проекты, как система электронного билетирования ОНАЙ, где уже реализовано больше трех миллионов карт, видеомониторинг Сергек, а также светофоры с искусственным интеллектом. Мы должны переходить на сервисную модель работы по цифровизации нашего города. В рамках этого идет и работа. Сегодня это и умные светофоры запустили, Сергек, ситуационные центры запустили, что очень важно для города. Наверное, все эти факторы были учтены со стороны Министерства цифровизации. И мы будем стараться, чтобы не уже сдать эту нашу высокую позицию. С прошлого года в мегаполисе действует проект по прогнозу чрезвычайных ситуаций. Разработка принадлежит сотрудникам городского ДЧС. По словам специалистов, новая система позволяет выиграть время при спасении людей во время надвигающейся угрозы. Это автоматизированная система мониторинга селевой опасности. Вот эти точки на карте станции, которые в режиме реального времени способны передавать сюда, в диспетчерскую ДЧС, все показатели с так называемых опасных озер, русел и вероятных очагов зарождения сели. Сейчас зимний период такой опасности нет, но вот летом, если вдруг произойдет сход сели, здесь автоматически зазвучит сигнал тревоги. Диспетчеры в этот момент оповещают специальные службы об угрозе и затем происходит эвакуация жителей. В планах сотрудников ДЧС разработать систему и по сходу лавен. Кстати, сегодня в городе создано отдельное управление цифровизацией и сформирован специальный IT-совет. В управлении рассказали, что работают в нескольких направлениях. К примеру, у горожан есть возможность воплотить свои идеи в жизнь. На сайте digital-almata.kz можно перейти в раздел «Идеи» и предложить свои проекты. Это могут быть стартапы, различные приложения, порталы и даже бизнес-модели. С одной стороны, мы сможем увидеть эту идею. С другой стороны, рынок, который будет заинтересован в том, чтобы узнать, что творится в городе. Какие-то новые идеи возникают, какие-то новые приложения возникают. Любой человек сможет зайти на это портальное решение и точно так же увидеть эти идеи. А потом в рамках реализации может напрямую связаться с разработчиком. Сейчас также широко используются возможности цифрового администрирования. Городские власти совместно с IT-компаниями реализовали проекты, которые позволяют определить места массового скопления людей на основе данных мобильных операторов связи. По последним данным, наибольшая концентрация почти 123 тысячи человек была зафиксирована в Алмалинском районе.